всем привет в данном видео хочу показать возможности тепловизора флир е4 после программного хака и так версия устройства у нас массы о камере модель е4 железо 1.2 версия программного обеспечения 230 кроме того что тепловизор он получил после хака разрешение 320 на 240 также были проведены манипуляции с меню режимы изображения добавлено картинка в картинке добавлено наложение инфракрасного изображения на видимое изображение с изменяемой прозрачностью от 02 до 08 тут сразу же хочу рассказать о технологии мсх технология мсх это выделение контрастных участков и формирование изображения с последующим наложением на тепловизорную картинку здесь видно что тепловизор направлен на экран монитора собственно и на экране отображается текстовая информация которая в принципе читается с экрана тепловизора если сравнивать это с изображением инфракрасным то мы здесь видим что получается только инфракрасная картинка дальше получается возможность отображения картинка в картинке далее переходим к функции измерения здесь получился достаточно серьезный прорыв так как базовой модели используется только центральная точка включусь в режим msx здесь же получается автоматический поиск наиболее горячей точки как это работает мы наводим тепловизор на объект и автоматически определяется наиболее горячая точка далее поиск наиболее холодной точки следующая функция функция трех точек значит здесь получается центральная . . с указанием максимальной температуры . с указанием минимальной температуры следующий режим измерения горячая . . значит здесь мы видим центральную точку и горячую . также отображение от дельты следующий режим это горячая . заданная температура также отклонение от заданной температуры палитра но тут вообще выбор на все случаи жизни в данном случае палитра железо палитра радуга палитра контрастная радуга более наглядное изображение получается дальше лед лава белый горячий черный горячий далее идет сигнальная окраска высокого значения так для этого нам необходимо еще включить режим измерения у нас появляется возможность установки порога допустим мы повышаем порог температуры допустим сейчас красным отображаются участки где температура больше 37 градусов дальше сигнальная окраска низкого значения то есть синим отображается все участки где температура ниже заданы допустим устанавливаем температуру 29 градусов все что ниже 29 градусов у нас окрашивается в синий цвет дальше сигнальная окраска заданного диапазона то есть сейчас желтым окрашены те участки температура которых находится в диапазоне 35 с половиной 36 с половиной градусов дальше сигнальная окраска конденсации для этого необходимо ввести дополнительные параметры такие как температура атмосферного воздуха относительная влажность и ограничение относительной влажности и сигнальная окраска изоляции то есть температура воздуха в помещении температура наружного воздуха тепловой индекс талии изменения в установках диапазона температур значит это автоматический выбор диапазона дальше это ручной выбор диапазона значит в этом режиме возможно изменение верхней границы нижней границы и изменение обоих границ одновременно в данном случае мы можем поменять нижнюю границу диапазона и найти наиболее холодный участок его выделить либо же можем производить измерения в более узком диапазоне нежели нам предлагает автоматический выбор таким образом мы выбираем палитру работающую в диапазоне 39-41 градус дальше мы можем поменять верхнюю границу диапазона изменив тем самым цвет окраски согласно палитре либо же мы можем изменить одновременно диапазон минимальная разница получается в 2 градуса также у нас появляется цифровой зум единичное увеличение двухкратное увеличение четырехкратное увеличение ну и восьмикратное увеличение соответственно вот такие манипуляции позволит позволяет выполнять тепловизор непосредственно в руке у человека проводящего инспекцию анализ осмотр не прибегая к помощи компьютера в данном случае видео записано с помощью мобильного устройства что также позволяет повысить удобство применения и сферу применения тепловизора как автономного устройства повысить мобильность так как не нужно с собой носить ноутбук все таки мобильный телефон гораздо компактнее гораздо удобнее в труднодоступных местах и так далее когда происходит работа все таки не всегда удобно держать в руке ноутбук потому что таскать его за собой на проводе тоже представляет определенные неудобства всем спасибо